Аппетит приходит во время еды. Это непреложная истина, в которой невозможно усомниться ни на минуту. Вот представьте себе следующую ситуацию. В силу обстоятельств личного характера, вы уехали на некоторое время из вашей, к примеру, пятикомнатной квартиры. Возвращаетесь обратно, и здесь вас ожидает неожиданный сюрприз. Часть вашего жилья, допустим, одна из комнат, захвачена проживающими на общей с вами лестничной площадке соседями, которые до этого, долгие годы мило улыбались вам, справлялись о здоровье, желали вашей семье процветания и благополучия. Проходит некоторое время. И захватчики, неустанно апеллирующие к различным международным организациям о наличии у вас грозных планов по возвращению своей же территории, набираются наглости и приглашают настоящих хозяев квартиры, то есть, вас в гости. В вашу же комнату. Которая, согласно всем имеющимся документам, является вашей законной собственностью. Я хочу пригласить Михребана Алиеву в Карабах, заявила Акапян, жена премьер-министра Армении. Страны, оккупировавшей часть территории Азербайджана. А она может быть нашей гостей, мы знаем, как принимать гостей, таковы слова представительницы вечно жалующегося на свою обездоленность народа. Приглашать первого вице-президента Азербайджана Михребана Алиеву, да и любого другого гражданина Азербайджана, в качестве гостя в Нагорный Карабах, то есть на историческую азербайджанскую землю, нонсенс. Это, во-первых. Во-вторых, сдается мне, что свое приглашение Анка Акапян озвучила отнюдь не случайно. Похоже, ей не терпится все-таки побывать в столице Азербайджана, прекрасном городе Баку, в котором проходят многочисленные международные мероприятия. Похоже, что Акапян решила не отставать от своего супруга, видимо, одних только популистских высказываний армянского премьер-министра, осмеянных армянскими политиками и журналистами, мировому сообществу недостаточно. Что касается приглашения послушать мугам, то и в этом плане ни у азербайджанцев мира, ни у первого вице-президента Азербайджана никаких проблем нет. Михребан Алиева многое сделала для мировой пропаганды этого вида азербайджанского музыкального наследия. В словах Акапян просматривается зависть армянских искусствоведов к тому, что им так и не удалось присвоить и сделать своим национальным достоянием, являющийся одним из основных жанров азербайджанской традиционной музыки мугам. Вошедший в 2008 году, в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, хотелось бы отметить нелепость организации в Ереване мероприятия, посвященного обеспечению мира и безопасности в контексте Совета безопасности ООН. О каком миролюбии и стремлении к обеспечению мира, процветании человеческого развития можно говорить в стране-агрессоре, оккупировавшей 20% территории соседнего Азербайджана? Если они, то есть Азербайджан, начнут войну, то, вероятно, появятся новые территории, где слушать мугам станет мечтой, заявила супруга армянского политика, потерпевшего поражение в противостоянии с российским общественным мнением. А что касается угроз, как со стороны Акопян, так и Пашиняна о захвате новых азербайджанских регионов, то не мешало бы напомнить им, как в апрельские дни 2016 года они не отходили в Ереване от телефонов, умоляя Москву, Вашингтон. Уговорить Баку, остановить военную операцию по освобождению азербайджанских территорий от армянской оккупации. Скрываясь под маской миротворцев, белых и пушистых, Акопян и Пашинян выдают уши хитрых оккупантов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok